Здравствуйте! Вы смотрите новости седьмого канала. Меня зовут Наталья Архипова. Сейчас главные темы этого дня. Коронавирус нацелился на детей. Госпитализируем в первую очередь мы детей раннего возраста, потому что у них может протекать тяжело, даже если нет сопутствующих заболеваний. В Красноярске от ковида скончался первый подросток. Кто в группе риска среди малышей? Агрессия, массовость и нетерпимость. Ну вот наши комментарии. Очень много негативных комментариев, до 157. Отношение к вакцинации разделило россиян на два лагеря. Как действуют антиваксеры и могут ли их настроения вылиться из соцсетей на улицы? Рядовым водителям такие маневры и не снились. Жители паркуют автомобили так, что приходится ездить с дистанцией, там даже спичечный коробок. Водители мусоровозов блеснули мастерством на профессиональном конкурсе. Что еще важно в их работе, кроме умения ловко крутить баранку? А ну-ка не зевать! Знакомство с хищными кошками для малышей, гонки на жигулях для любителей экстрима и уроки каллиграфии для поклонников японской культуры. Выходные пройдут с толком, если посмотрите нашу афишу. В Красноярске от коронавируса скончался подросток. Это первый случай, зафиксированный в крае за полтора года пандемии. У 17-летнего парня было тяжелое поражение легких и множество сопутствующих заболеваний. Несмотря на все усилия врачей, он скончался в одной из больниц Красноярска. Медики отмечают, это первый летальный случай среди подростков, но не первый тяжелый. Все чаще болезнь развивается стремительно и ухудшение наступает быстро. Вечером у ребенка может быть относительно хорошее самочувствие и сатурация в норме, а к утру развивается дыхательная недостаточность и требуется перевод в реанимацию. Однако, к счастью, сопротивляемость к вирусу у детей выше и риск попасть в больничную койку ниже, чем у взрослых. Госпитализируем в первую очередь мы детей раннего возраста, потому что у них может протекать тяжело, даже если нет сопутствующих заболеваний. А также детей, у которых есть тяжелые сопутствующие состояния, практически так же, как у взрослых. Это и сахарный диабет, и бронхиальная астма, другие тяжелые заболевания. И те дети, которые уже развили тяжелое состояние с дыхательной недостаточностью, они госпитализируются к нам на инфекционной койке. По словам специалистов, определить ковид у ребенка трудно. Начинается он как обычное ОРВИ или простуда, дальше все индивидуально. И поэтому сейчас все дети с респираторными заболеваниями подлежат обследованию на коронавирус. Тем более больных ребятишек в этом году, согласно статистике, стало больше, и сам ковид у них стал протекать сложнее. Как отмечают врачи, дети стали, например, чаще нуждаться в подаче кислорода. И сегодня случаев заболевания коронавирусом еще больше. Уже 554 человека в сутки. Это на 13 больше, чем накануне. Пятая часть заболевших – жители краевого центра. Здесь сегодня зафиксировали 114 зараженных. Растет и количество контактных за сутки. Их стало почти на тысячу больше. Сейчас по домам ждут результаты теста на коронавирус свыше 37 тысяч жителей региона. Летальность держится на одном уровне – 20 скончавшихся за сутки. Динамика выздоровления серьезно отстает от темпов заражения. Новых случаев выздоровления за день – 415. С везением QR-кодов в Красноярском крае общество разделилось на два лагеря. Одни выступают за вакцинацию, другие – против. Антиваксеры атакуют соцсети, пишут гневные комментарии и создают десятки групп с призывами хоть умереть, но прививку не ставить. Под раздачу попали красноярские театры и торговые центры, куда без QR-кодов с 1 ноября будет не попасть. Кто стоит за организацией недоверия к вакцине в этом вопросе разбирался наш корреспондент Елисей Савлюк. Этот материал сейчас готовится к эфиру, покажем его чуть позже. Несмотря на рост заболеваемости, красноярцы массово планируют туристические поездки за границу и на юг страны. Наибольшей популярностью пользуются Сочи и Крым, а также Египет. Спрос на них особенно вырос после объявления нерабочих дней. Однако все популярные направления – это регионы, в которых уже сейчас высокая заболеваемость с коронавирусом, и она еще растет. С темой продолжит Ольга Шелик. Я обязательно хочу поехать на эти каникулы в Турцию, в Белек, в свой любимый отель. Ирина мечтает о поездке в любимую Турцию. Туда с семьей она ездит уже 10 лет. Была и в этом году. Рассказывает, что во время последней поездки старалась соблюдать все меры предосторожности. Однако делать это в переполненном аэропорту Анталии, где многими они просто игнорируются, трудно рассказывает женщина. В аэропорту не было абсолютно видно того, чтобы меры там соблюдались. Народу было очень много в августе. Прямо, ну очень много. Даже во времена до пандемии столько народу не было в Анталии в аэропорту. Не ощущалось абсолютно пандемии никакой. И если бы в отелях было, как обычно, шведские столы без порционной выдачи, ее бы просто не заметил никто. По прогнозам туроператоров, очередной шквал туристов накроет курорты зарубежных стран и юга России уже в ноябре. Спрос на них особенно вырос в связи с объявленной нерабочей неделей. При этом популярные направления – это те регионы, где сегодня отмечается рост заболеваемости. Несмотря на пугающую обстановку, москвичи скупают путевки и билеты в Сочи и Крым, где ежедневный прирост заболевших уже чуть больше 600 человек в сутки. Среди красноярцев тоже есть такая тенденция, рассказывают в агентствах отдыха. Однако сибиряки отечественным курортам предпочитают зарубежные. Кстати, чуть более безопасные. Например, в Египте каждый день фиксируют пока по 200 заболевших. Если мы говорим о ноябре месяце, безусловно, Сочи и Крым – это регионы, где уже сравнительно прохладно и отсутствует возможность спокойно покупаться в море. В абсолютном большинстве люди больше склоняются все-таки к теплым направлениям, таким как Египет сейчас, где предусмотрена система питания, все включено. Как объясняют в турагентствах, люди бросились купать путевки не только из-за нерабочих дней, но и потому, что этот период совпал со школьными каникулами. Многие хотят воспользоваться возможностью отдохнуть всей семьей. В курортных зонах таких, как Сочи, уже за голову хватаются, ожидая наплыва. И спешно решают, как и деньги не потерять, и не довести заболеваемость до нереальных пиков. Специально под объявленные президентом нерабочие дни разработали систему мер. Правда, особой оригинальностью они не отличаются. Это касается, в первую очередь, посещения массовых мероприятий, которых и так уже немного, и на которых тоже ряд ограничений вводится. И посещение общепита. То есть городской общепит с 30-го числа можно будет посещать только при наличии QR-кода, который привязан к информации о прививке на портале госуслуг. В Крыму также разрабатывают введение аналогичных мер. Среди предложений заселения в гостинице только по сертификатам, справки о наличии антител и результатам ПЦР-теста, а также введение экспресс-тестирования. Ольга Шелик, Сергей Раков, Седьмой канал. Полиция просит красноярцев помочь в поисках преступника. В среду вечером в гаражном массиве на дорожной он совершил насильственные действия сексуального характера. О жертве в интересах следствия не разглашается. Сейчас подозреваемых мужчина, который попал на камеры уличного видеонаблюдения. Видно, как он убегает с места преступления. Правоохранители составили его фоторобот. На вид ему 35-40 лет, рост примерно 170 сантиметров. Внешность славянская. Из особых примет, возможно, отсутствует ногтевая фаланга на безымянном пальце левой руки. Если узнали этого человека, звоните в полицию. Десятки жилых домов и административных зданий в железнодорожном районе останутся почти на сутки без холодной воды. Список улиц, попадающих под отключение, вы видите на экране. Исчезнет вода из кранов сегодня в 23.00, а появится завтра ориентировочно в 6 часов вечера. Это связано с работами по подключению водопровода к новостройкам на улице Баграда. Точные адреса и дополнительную информацию о работах красноярцы могут получить на сайте Короскома. На предстоящей нерабочей ноябрьской неделе красноярским водителям разрешили ездить по полосам, выделенным для общественного транспорта. В госавтоинспекции разъяснили, что камеры фиксации будут работать в обычном режиме, но за проезд по выделенке в этот период водителей привлекать не будут. Напомню, дни с 30 октября по 7 ноября в стране объявлены нерабочими, а это значит, что для них актуальны правила, действующие в субботу, воскресенье и по праздникам. С везением QR-кодов в Красноярском крае общество разделилось на два лагеря. Одни выступают за вакцинацию, другие против. Антиваксеры атакуют соцсети, пишут гневные комментарии и создают десятки групп с призывами хоть умереть, но прививку не ставить. Под раздачу попали красноярские театры и торговые центры, куда без QR-кодов с 1 ноября будет не попасть. Кто стоит за организацией недоверия к вакцине, и в этом вопросе разбирался наш корреспондент Елисей Савлюк. Ну вот наши комментарии, вот очень много негативных комментариев, до 157. Мария Сикора четвертый год ведет аккаунты театра Пушкина в соцсетях, но с таким шквалом негатива она столкнулась впервые. Обвинения в поддержке фашизма и нарушений Конституции от пользователей летят в адрес руководства учреждения. И все после поста введений с 1 ноября QR-кодов для прохода на спектакле. До этого негатив зрители высказывали еще в начале пандемии, когда театры пришлось закрыть. Правда, комментариев и агрессии было намного меньше. Несмотря на всю эту ситуацию, говорит Мария, они все равно любят и всегда ждут своих зрителей. Тем более, что массово люди билеты пока не сдают. Мы работаем в тех правилах, которые диктует сегодняшний день. Мы даем право высказаться всем людям, свое мнение высказать, потому что театр это все-таки зона свободного высказывания мнений. Я хочу сказать, что если сначала пошла негативная волна, то вот сегодня и вчера уже вечером мы стали замечать, что наоборот стали защитники театра. Они так душевно нам шлют вообще свои лучи добра. Но если лучи добра шлют реальные зрители, то вопрос с реальностью негативных комментаторов остается открытым. Мы сегодня изучили их аккаунты и пришли к выводу, что в большинстве своем их пишут с мертвых страниц из других городов. Причем мнения как под копирку рассылают по всем красноярским театрам. Под раздачу уже попал театр оперы, балета и тюз. С таким же эффектом накануне столкнулся седьмой канал. Материал о детской вакцинации собрал тысячи просмотров и сотни комментариев буквально за час. Депутат Илья Зайцев столкнулся с подобным еще в начале пандемии, когда в крае вводили масочный режим. Он считает, занимаются этим организованные группы, которые пользуются доверчивостью людей, играют на их страхах и все эти массовые атаки кем-то срежиссированы. Нейтральная публикация в инстаграме привела к тому, что там за час появилось более 500 комментариев, причем от людей, которые не живут в Красноярске, которые ранее на меня не были подписаны. Я не очень понимаю, зачем люди это делают и готовы ли они впоследствии нести за это ответственность. Конструкции, да, и те слова, и те фразы, которые они используют, абсолютно понятно, что это делается в том числе организовано кем-то. Причем центр такой паутины может находиться в Москве или Питере. Сегодня мы попытались войти в диалог с так называемыми антиваксерами. Большинство из них свою причастность к каким-либо сообществам отрицают. Однако все же нашлась девушка, которая поделилась с нами ссылками на несколько групп и бесед по интересам. Правда, интересы там специфические. Пользователи призывают не вакцинироваться, публикуют инструкции, как это сделать и называют пандемию фейком. Все посты одной направленности. Вакцина – зло. Правда о том, что российскую вакцину «Спутник Ви» уже одобрили более 70 стран мира, там умалчивают. Невольно создается ощущение, что подписчиков таких групп целенаправленно накачивают определенными настроениями. Правда, зачем – на этот вопрос ответа нет. И у таких групп десятки тысяч подписчиков. Периодически их блокируют, но их место занимают все новые. В Европе подобные настроения уже вывели людей на улицы. Протестовать против прививок с каждым месяцем начинают все новые страны. На два лагеря общество разделилось и у нас. Ставить прививку или нет каждый решает сам. Тем не менее, вирус прогрессирует, ковидные госпитали работают в круглосуточном режиме, а врачи рискуют своей жизнью, спасая других, в том числе и антиваксеров. Елисей Савлюк, Илья Сенкевич, Седьмой канал. И сегодня мы спрашиваем вас, как вы считаете, отношение к вакцинации разделило общество в России на два лагеря. И предлагаем следующий вариант ответов. Да, и у нас может повториться европейский сценарий. Второй вариант. Нет, у нас другая ментальность. И третий. А разве есть такая проблема? Голосуйте, оставляйте комментарии в наших соцсетях, в Одноклассниках, во Вконтакте и Инстаграме. Итоги опроса подведем через несколько минут. К другим темам. Орден Александра Невского вручили губернатору края Александру Усу. Торжественная церемония прошла в Москве. Эту награду учредили еще во времена Петра I. Сейчас ее вручают общественным деятелям и политикам, в том числе и зарубежным. При этом стаж на госслужбе должен быть не меньше 20 лет. В разные годы обладателями награды становились, например, патриарх Кирилл, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и президент Беларуси Александр Лукашенко. Среди красноярцев этим орденом в 2015 году отметили заслуги Дмитрия Хворостовского. Почти 6 лет школьник из Сосновоборска страдал хроническим насморком, причиной которого оказалась опухоль. В платной клинике подростку ставили диагноз искривление перегородки носа. Парень вовремя попал в краевую больницу, где врачи удалили новообразование. Сейчас подросток чувствует себя хорошо. О других новостях коротко расскажем далее в двух словах. Цены на мясо и курицу в ближайшее время вырастут. Об этом предупредили россиян-производители. Так, сосиски и колбасы подорожают на 10%, а куриный шницель на 18%. Некоторые товары могут подскочить в цене сразу на четверть от стоимости. Такой шаг производители объясняют подорожанием сырья, упаковки, моющих средств и рядом других причин. Зима придет на стрелку. В этом году на площади перед большим концертным залом зальют каток. В 4 месяца красноярцы смогут наслаждаться здесь отдыхом, ведь скользить по покрытию можно будет даже в теплую погоду. Лед не растает и при плюс 7. Вокруг появится вся необходимая инфраструктура, пункт обогрева, проката коньков, точки общепита, туалеты, проведут иллюминацию. Работать каток будет с полудня до 10 вечера. Правда, каждые полтора часа посетителям придется брать паузу. Каток будут закрывать на дезинфекцию. Краевая госавтоинспекция сняла ролик по мотивам популярного сейчас южнокорейского сериала «Игра в кальмара». В фильме выживают только те бегуны, которых не заметит кукла с вращающейся головой. В нашем ролике в роли куклы-инспектор он следит за перебегающими дорогу пешеходами. Замеченный в неположенном месте нарушитель наказывается не так сурово. Штрафом. Село Большая Косуль в Боготольском районе превратилось в свалку. Об этом нам в WhatsApp сообщили местные жители и прислали подтверждающие видео. По их словам, администрация как в районе, так и в самом селе не работает. Служба по вызову твердых коммунальных отходов есть, однако по всей обочине и в центре населенного пункта огромные свалки. На присланных нам кадрах видно, что по периметру дороги лежат разные мешки, обломки, строительный мусор и подобное. Летают вороны, бегают крысы. Мы написали запрос в администрацию Боготольского района. Как отреагирует власть и расскажем, как только получим ответ. Вы также можете присылать ваше видео на WhatsApp и Viber 7 канала, рассказывать, с какими ситуациями столкнулись. Мы покажем кадры в прямом эфире и попытаемся помочь. Поделиться можете и добрыми историями. Мы готовы рассказывать не только о проблемах. Номер Viber и WhatsApp с 7 канала 8 391 2900 333. Ученые нашли редкие артефакты рядом с шинным кладбищем. Это останки людей, которые были захоронены больше двух тысяч лет назад. Археологи расчистили могильную яму 6 на 6 метров, в которой были вместе похоронены как минимум 15 человек. Среди находок также редкие изделия, бронзовое зеркальце, нож, сосуды и несколько горшков. Древние люди складывали это все в могилу, так как думали, что это может пригодиться в загробном мире. Самые древние из предметов ученые датируют 3 веком до нашей эры. Сейчас мы начали работы по вскрытию второй части погребальной камеры двух участков. Обнаружили несколько костяков, обнаружили бронзовые миниатюрные предметы, копии бронзовых изделий, которые как раз характерны для поздней поры тагарской культуры. Здесь мы имеем дело с коллективными могилами. То есть в таких курганах хранились от нескольких десятков до нескольких сотен, до двухсот человек. То есть если грубо говорить, можно назвать это родовой склеп. Эти захоронения случайно нашли в 2018 году, когда обустраивали новый участок на шинном кладбище. На раскопках разрушенного кургана команда археологов работает с 20 сентября. Ученые рассказывают, что в районе Красноярска может быть около 150 таких курганов. На данный момент удалось найти и начать исследовать 25 из них. Найденные артефакты отправят в музей Сибирского федерального университета. Меньше контроля, больше профилактики. Представители надзорных органов за круглым столом обсудили сегодня, удалось ли облегчить жизнь красноярского бизнеса после летних нововведений. Напомню, с 1 июля прийти с проверкой к предпринимателю можно лишь в согласие прокурора. Это сделано, чтобы избавить бизнес от административного давления и волокита со стороны чиновников. Например, тех предпринимателей, чья деятельность не несет потенциального риска для потребителей, могут не проверять несколько лет. Чтобы такой механизм работал исправно, эффективность контролирующих органов перестали оценивать по количеству проверок и выписанных штрафов. Подходы изменились в сторону смягчения. То есть, государство взяло курс не на наказание за нарушение, а на профилактику. То есть, акцент сделан в сторону профилактики, а не в сторону контроля. Ну и второй момент, это больше открытость органов контроля. То есть, в настоящее время любой предприниматель может увидеть все акты, которые составляют органы контроля, они будут выкладываться в единый реестр контрольно-надзорных мероприятий. Ну и, соответственно, более открыто. Развороты на пятаках и лавирование между припаркованными легковушками. Все это будни водителей и мусоровозов. Каждый день они исполняют на дорогах такое, что рядовым автомобилистам и не снилось. Ведь ездить по городу им приходится на многотонных грузовиках. И сегодня своим мастерством они блеснули на профессиональном конкурсе. Свидетелем такого нерядового шоу стал Виктор Бородин. На легковой с дистанции 26 лет уже на предприятии начальником участка ИОП. Работа довольно-таки интересная. Пошел втянулся в работу сначала рабочим полигона, потом мастером. И все, и пошло, поехало. Привык, понравилось. Каждый день только на левый берег выезжает больше 70 мусоровозов. Отходы доставляются на специализированный полигон. К размещению там принимают ТКО от региональных операторов и с левого и с правого берега. Я всегда говорю, ну, да, все хотят жить в чистоте, только участвовать в этом мало кто хочет, да, принимать в этом участие, в наведении чистоты. И я горжусь тем, что работаю в этой отрасли. Глядя на такие масштабы и технику, трудно поверить, что сто лет назад вывоз мусора из города начинался с обычных повозок. В 1917 году в Красноярске сформировали обозы с 25 лошадей. Так продолжалось вплоть до 50-х годов. Тогда санитарной очисткой города занимались 80 человек и 50 лошадей. Машин в 1950 году было ровно две штуки. Всполняющий обязанность экспедитора завхоза к своим обязанностям относится халатно и недобросовестно. Да, даже тогда это было. Сама автоспецбаза начала свою историю в 61-м году и к юбилею она подходит в статусе одного из крупнейших предприятий края в коммунальной сфере. За прошедшие годы менялись люди и технологии, неизменным оставался постоянный прогресс и самосовершенствование. Как результат с прошлого года предприятие обслуживает еще и северные территории края. Ивинкию, Богучанский, Кежемский и Туруханский районы. Автоспецбаза это уже не только оператор по полигону, это оператор северной технологической зоны. Они управляют полигоном на юге Красноярского края. Очень динамично и, как мне кажется, перспективно развивающаяся компания. Главные двигатели развития компании и люди, которые каждое утро выезжают на смену на огромных мусоровозов. Свой класс они сегодня подтвердили на конкурсе. Но водитель должен не только лавировать между припаркованных легковушек, но и знать, какие виды отходов относятся к ТКО, а какие нет. Что можно грузить мусоровоз, а что должны делать специализированные компании. Виктор Бородин, Павел Иваницкий, Седьмой канал. А сейчас возвращаемся к главной теме дня – коронавирусные ограничения и агрессия противников вакцинации в соцсетях. Сегодня мы спрашивали отношение к прививке разделило общество в России на два лагеря. И вот какие результаты мы получили. Большая часть – это 75% участников опроса ответили «да». Недовольство, агрессия антиваксеров может из соцсетей вылиться на улицы и у нас может повториться европейский сценарий. Речь идет об акциях протеста в зарубежных странах. 13% опрошенных считают, что у россиян другая ментальность и нам это не грозит. И чуть меньше – 12% участников опроса ответили, что проблемы нет, как и конфликты между теми, кто за и кто против вакцинации. Не по-октябрьски теплая погода на выходных чуть испортится. Сегодня воздух прогрелся до 13 градусов, однако уже завтра температура опустится до плюс 7. Но будет по-прежнему солнечно и без осадков. В воскресенье погода почти идентична – 8 градусов тепла. Правда, солнце меньше, преимущественно облачно и начнет накрапывать дождь. Относительно тепло и по ночам. Столбики термометра не опустятся ниже нуля. Возможно, небольшие осадки. Иногда вместе с дождем будет пробрасывать снег. А с понедельника столбики термометров снова поползут вверх. Правда, так тепло, как сегодня, уже не будет. И в предстоящие выходные интересные занятия найдутся для тех, кто хочет насладиться погодой и для тех, кто считает ее слишком зябкой. Знакомство с хищными кошками для самых маленьких, гонки на «Жигулях» для любителей экстрима, оригами, урок каллиграфии для поклонников японской культуры и многое другое. Подборку самых интересных событий выходных мы собрали в рубрике «Афиша». Любители больших котов в субботу приглашают в «Роев ручей». Там в честь Международного дня снежного барса состоится последняя в этом сезоне экскурсия «Кошкин дом». Экскурсовод проведет гостей вдоль вольеров, где обитают крупные хищники и раскроет подноготную каждого. Интересным мероприятие будет даже пятилетним. Именно эту возрастную категорию ждет парк, флоры и фауны. Однако и людям в более осознанном возрасте скучать не придется. Во всяком случае, это обещают сотрудники зоопарка. К тому же, каждого посетителя ждет тематический подарок. Длительность экскурсии примерно полтора часа. Записаться можно по телефону, который вы видите на экране. На Красном кольце закроется гоночный сезон. Финальный заезд этого года состоится в воскресенье. Водители будут состязаться на «Жигулях». Гоночные машины будут не только на заднем, но и, что нетипично для этой модели ваза, на переднем приводе. Болельщиков ждут к 13.30. Насладиться зрелищем можно будет бесплатно. В Красноярске проходит фестиваль японского кино. Это возможность побывать в стране восходящего солнца, не покидая пределы города и погрузиться в атмосферу самурайской эпохи. Уже завтра зрители смогут увидеть японскую картину девочки-каллиграфы. Помимо просмотра фильма, гостей ждет мастер-класс по каллиграфии. На нем можно будет научиться созданию поздравительных открыток, конечно же, в японском стиле. Завершится фестиваль воскресенье 24 числа показом анимационного фильма ловцы забытых голосов. Перед просмотром зрителям предложат нарисовать известных персонажей японских аниме. А чтобы лучше проникнуться культурой, гостей познакомят с традиционным японским искусством оригами. В завершении посетители станут свидетелями создания самого большого бумажного журавля. Кроме того, все дни будут проходить выставка «Работа ригами», которые сделали дети-сироты. Сразу пять воспитанников красноярской молодежной команды вошли в основной состав футбольного Енисея и уже выходят на поле «Валим» в первенстве ФНЛ. Почему наша команда взяла курс на своих воспитанников, а не приглашенных звезд, и каких успехов добилась в этом направлении? Мы сегодня поговорим с гостем, директором футбольного клуба Енисея Алексеем Иваховым. Здравствуйте, Алексей. Ну, рассказывайте, почему все-таки нужно воспитывать своих звезд, а не покупать приезжих? Ну, вы знаете, на самом деле очень хочется создать условия для юных футболистов, которые занимаются в спортивных школах Красноярска и Красноярского края, для того, чтобы их мечта воплотилась. Потому что не секрет, что ребята смотрят телевизор и хотят стать звездами футбола. Но для того, чтобы быть конкурентоспособными на уровне профессионального спорта для них нужно качественные поля, тренировочный процесс, сборы и, самое главное, участие в соревнованиях более высокого уровня. У нас в Красноярском крае много спортивных школ, но при этом выпускники школ в 17 лет не могут сделать шаг дальше, потому что следующая профессиональная команда у нас Енисей, которая играет на уровне футбольной национальной лиги. И, конечно же, 17-летние мальчишки неконкурентоспособны с ребятами, которым по 25, по 30 лет, которые действительно уже на этом уровне считаются мастера. Поэтому это общая российская такая проблема, когда нет определенной ступеньки для перехода в профессиональный спорт. Поэтому мы эту профессиональную недочет удовлетворили, тем самым, что мы создали команду. И вот, и это наша команда молодежная, она сейчас играет на уровне ФНЛ-2, раньше это называлось вторая лига. То есть они уже сейчас соревнуются с лучшими командами страны, такая как Динамо-2, Казанка, вот, и многие другие команды, которые находятся в европейской части. Тем самым, они прибавляют, развиваются, и уже мы имеем первые плоды этой работы и стратегии. Потому что, вот буквально в последнем матче с Краснодаром-2 у нас так получилось, что и гол решающий забил местный воспитанник Андрей Окладников, который как раз выходит из этой команды. И помимо него еще пять человек играло в этом матче, которые помогли добиться положительного результата, но они при этом прошли через молодежную команду, через вот этот вот уровень. И сейчас они все больше и больше подпираются к основному составу, приносят уже пользу и становятся конкурентоспособными. Я так поняла, вы довольны вот этим решением. Расскажите, чем еще можете гордиться, может быть, кого-то еще похвалить, кого-то выделяете особенно из игроков? Я очень доволен тем, что ребята воспользуются вот этим шансом, да, потому что не секрет стратегий достижения спортивного результата несколько, можно единовременно пригласить, ну скажем так, сильных футболистов, звезд футбола и сразу же дать сегодня результат. Но рано или поздно они уезжают, вот, а важно сделать так, чтобы местные воспитанники прибавляли, укрепляли главную команду и достигали спортивных результатов. Конечно, это не такой быстрый путь, но при этом он самый экономически выгодный и он правильный относительно патриотизма, относительно, что мы красноярцы должны создавать условия для развития прежде всего для местных игроков. Таким путем идут многие клубы. Ну, например, есть уникальный человек в нашем российском футболе Галецкий, да, вот он создал команду Краснодар совершенно на свои инвестиции, у него, я не довелось там бывать, у него есть школа, интернат, несколько молодежных команд, команды ФНЛ-2 и команда, которая играет в премьер-лиге российского футбола. Это пример того, как люди развивают футбол. И с большим уважением к нему относится и весь футбольный мир, я лично, вот, нужно идти по этому, скажем так, примеру, вот, потому что это действительно это патриотизм, это развитие, и это местные ребята, которые играют за главную в краевую команду. Большое, скажем так, подспорье, то, что такой человек у нас в России есть. А расскажите про селекционный сбор, который, насколько мне известно, вы планируете в ноябре. Да, совершенно верно. Это как раз та стратегия, которая дополняет. Мы объявили о том, что у каждого юноши, который занимается футболом, он соответствует возрастным параметрам, у него теперь есть шанс показать свои лучшие качества. Поэтому у нас тренерский штаб, селекционный отдел, мы создадим все условия для того, чтобы увидеть, разглядеть в них возможности потенциального роста. Независимости он с Каннска, Сачинска, либо с Иркутской области, либо с Кемерс, либо с Барнаула. Конечно же, мы в первую очередь смотрим наших ребят, которые занимаются в Шор, в Рассвете, ну и в других командах края. Но наш, видите, как сибирский регион, он очень далеко от столицы. И таланты есть. Понятно, что, может быть, не те условия для развития в малых городах, но при этом простой пример, вот мы сказали про Андрея Окладникова. Он с Каннска, он приехал учиться в Красноярске, и сейчас, благодаря той стратегии, он становится основным игроком профессионального футбольного клуба «Инисей». Вот поэтому мы хотим дать возможность свою мечту воплотить молодым ребятам, молодым футболистам. Хочу задать вопрос, который интересует всех футбольных болельщиков. Когда мы наших воспитанников увидим в сборной России? Это одна из задач, которую мы с коллегами, с тренерским штабом, с всем клубом поставили. Нам очень хочется, чтобы та плеяда футболистов, которые было до нас, это, конечно же, для Красноярского края великие футболисты, это Романцев, Тарханов. И мы хотим, чтобы сейчас вот это поколение смогло достичь таких же вершин. Тем более, что у нас все условия для этого есть. У нас есть великолепный манеж, у нас есть финансовая стабильность. Конечно, мы не можем приглашать сейчас каких-то высокоплаченных звезд. Но это тем лучше, тем, что наши местные воспитанники имеют шанс закрепиться в основном составе. Подпитка идет, есть у нас костяк команды, которые уже приносят результат. При этом добавляется конкуренция и все больше и больше будет наших игроков. Тем самым мы становимся сильнее и я уверен, что у нас в этом плане будет хорошее будущее. Тем более, что на примере того же Галецкого мы видим, что сколько уже футболистов играет и в его команде, и в других командах Премьер-лиги, Первой лиги. Поэтому эта стратегия, она понятна, она экономически выгодна и самое главное, она патриотична, что очень важно для красноярских футболистов. В пользу случаем хотел бы пожелать Сергею Галецкому здоровья, потому что есть определенные недуги, но это тот пример, которым нужно стремиться всем нашим, скажем так, футбольным функционерам. Вы знаете, я не могу не спросить, ситуация с пандемией продолжается. Что нужно знать болельщикам, как после 1 ноября будут работать ваши площадки? После 1 ноября мы уже провели совещание и наша служба, значит, служба, пресс-служба должна оповестить уважаемых болельщиков, как будет сейчас проходить покупка билетов в сам пропуск на футбол. Маркетинговый отдел должен продумать билетную программу, чтобы учесть все нюансы в случае того, что если болельщик забыл паспорт либо QR-код, да. Служба безопасности должна быстро, синхронно работать в плане пропуска болельщика. Выглядит это совершенно просто. Допустим, вы приходите на футбол, у вас есть прививка, у вас есть QR-код и у вас должен быть идентификация личности, паспорт, водительские права. Я, допустим, контролер на стадион, вы мне показываете ваш QR-код, я считываю его, удостоверение личности и вы проходите спокойненько на футбол. Конечно же, сейчас у нас есть ограничение 500 человек на матч. Конечно, это мало. Вот у нас 27-го числа будет очень интересный, классный матч с командой премьер-лиги «Крылья Советов». Это элитный раунд Кубка России. Конечно же, желающих будет гораздо больше, чем 500 человек. Но ограничения есть, а с 1 ноября те болельщики, у которых есть QR-код, они могут ходить на стадионы, исходя из 50% от заполняемости стадиона. Либо смотреть онлайн-трансляцию. Правильно понимаю? Онлайн-трансляцию могут смотреть все, вне зависимости от QR-кода, прививки. И, конечно же, сейчас есть и Яндекс.Эфир. У нас есть студия своя теперь, как на матч-этом Эгни, мы приглашаем футболистов, болельщиков, интересных людей, которые рассказывают про футбол либо про другие темы. Алексей Евгеньевич, я вас благодарю, было очень приятно с вами пообщаться. А нашим телезрителям напомню, сегодня в гостях у нас был директор футбольного клуба Енисея Алексея Ивахова. Спонсор прогноза погоды Техноавиа Красноярск. Техноавиа. Спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Телефон 205-22-00. Техноавиа. Работа в радость. И теперь информация о погоде. В субботу, 23 октября в Красноярске облачно с прояснениями без осадков, ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ночью 1 градус, днем 9 градусов тепла. И к этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2 900-333. Присылайте фото, видео и сообщения на наш вайвер и ватсап. Номер 8 391 2 900-333. А также следите за нами в социальных сетях. В студии для вас работала Наталья Архипова. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok